Привет, дорогие друзья, подписчики, геймеры, гости канала и все, кто находится по ту сторону экрана. У микрофона, как всегда, Илья, это Наша Игродень, и мы сегодня играем в игрушку Evertech Sandbox. Я подготовил очередной небольшой топ моделек и построек здесь, которые сегодня хочу вам показать. Ну и начнём мы с постройки от Михаила Забелина. Надеюсь, что правильно прочитал фамилию, если нет, как обычно, я сразу извиняюсь. Чувак сделал такой вот танк, это что-то типа танка Т-34 или другая похожая модель, но, по-моему, на Т-34 он очень похож. У нас есть такие вот две бочки здесь, и, в принципе, он в таком зелёном цвете выглядит, и, по-моему, очень даже бодренький такой танк. Поэтому с него я сегодня решил начать свой видосик. Тут есть такой вот бензиновый движок, вот так вот всё выглядит. Правда, у меня некоторые, как видите, кубики не прокачались, вернее, не прогрузились, наверное, правильнее сказать. Я не знаю, почему это, с чем это связано, видимо, что-то я не скачал из модов для этой игрушки. Ну вот так вот выглядит танк, по-моему, очень бодренький, красивый. Я, в принципе, залезть внутрь тоже не смог, не знаю, как это делается. Если что, в комментариях можете мне подсказать, потому что здесь люк особо не открывается. Но вот так вот он внешне выглядит, по-моему, классный танк. Думаю, поставим его, 4 из 5 уж точно, тема неплохая. Так, ну что, ребят, такой вот танчик, а мы, наверное, пойдём далее. И вторую постройку, которую я хочу сегодня показать, это постройка от Виталия Карпова. Это очень интересная постройка, мне она понравилась, это тоже необычный такой форматик. И, как видите, это такая вот ракетная установка. Блин, тут на самом деле чего только нету в этой игре. Поражаешься фантазией людей, тут реально делают абсолютно всё, что угодно. И калькуляторы уже я видел, и каких-то странных существ и прочее. И лифты, и разные паровозы, и так далее. Ну и вот такую вот ракетную установку сегодня я нашёл. И давайте сходу её посмотрим. Тут есть 4 ракеты и есть вот такой вот включатель. Давайте нажмём, и мы сейчас, судя по всему, будем делать прям космическую атаку вместе с вами. Потому что мы запустили её, и как видите, у нас ракетницы, ракеты просто улетают в космос. Вот так вот. Вот так это происходит, и мы просто их пульнули. Ну, прикольно, но тут я так понимаю, что мы зарядить его в очередной раз не сможем. Потому что у нас нет этих самых ракет. Мы, получается, сможем лишь разово его вот так вот запустить, активировать. И, в принципе, в этом всё. Но мы можем сейчас его выключить, и он на своё исходное положение встаёт. И вот так вот это выглядит. Короче, постойка прикольная, мне она понравилась. Так, ну что, а мы идём далее. И давайте посмотрим, что ещё есть. И есть вот такая яркая постройка от пользователя с ником Black Star. Это что-то типа тачки, я так понимаю. Но вот в таком вот ярком цвете сделано. Красно-синяя. Очень необычный такой дизайн. Я даже не знаю, что это такое, что хотел изобразить автор. Но получилось очень ярко, это точно. Вот. Тут у нас есть, получается, вот такие вот пружины снизу. И, в принципе, в принципе, из такого интересного всё, наверное. Так, мы можем её включить-выключить. Есть такая вот уточка неплохая, необычная. Тоже добавляет, на самом деле, какого-то интереса, что ли. Так, смотрите-ка, мы можем открыть, получается, эту кабину. Залезть внутрь. Давайте это, наверное, с вами и сделаем сейчас. Так, оп, сели. Замечательно. Вот так вот выглядит сама машина. Я думаю, она, на самом деле, достаточно проходимая. Потому что у нас есть вот эти вот самые пружины сзади. Поэтому, я думаю, всё окей. У нас есть слева вот такие вот контроллеры. Мы только что один использовали и закрыли, собственно, нашу с вами кабину, наш отсек. И давайте, наверное, на этом транспорте мы всё-таки попробуем проехаться. Потому что мы сели сюда. И давайте попробуем что-нибудь сделать. Вот я сейчас только что активировал, получается, вот эти самые пружины. Она тут же поднимается вверх. У нас есть ещё вот такая вот балка сзади, которая тоже открывается-закрывается. Не совсем понимаю, для чего она нужна. Но факт, остаётся фактом, она тут имеется. Как это использовать, непонятно. Но ладно. Так, давайте смотреть. Я думаю, нужно продемонстрировать, как машина едет. И вот едет она вот таким вот, в принципе, образом. Всё нормально. Так, вид от первого лица. Давайте тоже вам покажу, наверное, сразу. Вот так вот вид от первого лица. Да, у нас есть сверху какой-то вентиль такой непонятный, зачем он нужен. Но вот такой вот вентиль, он немножко мешает нашему обозрению. Но, тем не менее, мы можем посмотреть справа-слева. Тут ничего у нас уже не смущает. Ну и снизу мы видим эту самую уточку, которая просто смотрит вперёд, когда мы едем на этом транспорте. Транспорт мне понравился. Очень прикольный, яркий. Даже не знаю, на что он похож. Можете в комментариях предположить свои варианты. Но, по-моему, очень интересная такая вот построечка. Это всё самое интересное из-за того, что я нашёл, в общем-то, на этой неделе. Напишите в комментариях, как вам такие построечки. А также, ребят, в общем, в чём вообще фишка таких вот летсплеев? Она в том, что вы тут можете сами построить какие-то элементы, какие-то механизмы и прочее. В общем, приключайте фантазию просто на максимум. Кидайте свои постройки мне во Вконтакте. Здесь будет ссылочка в описании. И, возможно, именно ваши постройки я покажу уже в следующем своём выпуске, посвящённой этой игре. Так что, чуваки, давайте побольше активничайте. Кидайте свои работы, и мы всё это дело продемонстрируем пока же. На самом деле, работ не кидает много. Я, по мере возможности, стараюсь показать всё это дело. Я на следующий выпуск, наверное, буду с эмулятора показывать. Именно с ПК эмулятора, потому что телефон у меня не очень хорошо тянет такие вот масштабные постройки. Поэтому, так что будем выходить на более качественный уровень, что ли. Ну, а так, ребят, ссылочку на игру оставляю в описании. По-моему, игра просто дико интересная, как для построек. То есть, интересно самому строить, да ещё и интересно смотреть на другие постройки, чем, собственно, я и занимаюсь. Вот, ребята, как-то так такие мысли. Ладно, всё, заканчиваем на сегодня. Увидимся уже в следующем выпуске разбора таких построек. И в следующий раз, наверное, даже ещё больше построек покажу. Так что давайте побольше, ребят, стройте здесь и присылайте свои работы мне во Вконтакте. Ну, а так, у микрофона был, как всегда, Илья. И скоро мы увидимся. Так что, до встречи. Пока.